Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи, с вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове. Что нового, что интересного. Как мы здесь живем, а точнее выживаем. Правильно вы пишите в комментариях, что это похоже на некий режим выживания, который длится уже не первый год. Перед просмотром данного видео, ребятки, подпишитесь на канал в поддержку коренного жителя города Харькова. Поставьте лайк под этим видео и напишите свой комментарий по этому поводу. Также не забудьте поделиться видео с друзьями и знакомыми. Сделайте максимальный репост. Люди должны знать правку. И также, ребятки, может ваши друзья и знакомые захотят подписаться на наш канал. И мы будем, собственно говоря, вместе. Большая семья. Всем огромное спасибо, кто подписался, поставил лайк, написал комментарий. И что вы меня смотрите. Огромное спасибо вам за это, ребята. Давайте поподробнее обстановка по прилетам в Харькове, ребят. Значит, смотрите. Предыдущий день был очень серьезный. Вы помните, да, что был прилет в 12-этажку на Салтовке. Там очень много людей пострадало. Больше 30 человек. Среди них еще и дети. Это был каб, ребят. Как сообщают, это был каб. В общей сложности таких кабов было 6. Просто вдумайтесь. 6 кабов летело в общей сложности на город Харьков. 6 штук. 6 штук летело. Один из них попал в эту 12-этажку. Что я вам должен сказать. Много людей, которые спасали свои жизни, выезжали с Луганска, с Донецка, с Харьковской области. В частности, вот одна история. Мужчина уже такой, знаете, преклонного возраста, пенсионного, да. С Покровска, с Покровска спасался, выезжал. Приехал в этот дом. Заселился. Просто вы вот вдумайтесь, да. Жил в этом доме. Прилетел кап и все. Второй, тоже пенсионер, дедушка там жил, ребят. У него машина, которая стояла под подъездом, изувечена. Квартиры не осталось. Все они в шоке. Говорят, спасибо огромное спасателям и медикам, которые их выносили на руках. Потому что многие из них уже такого возраста, которого не могут двигаться сами, да. У них много болезней, так как вот и у моей мамы, инвалида детства. Выносили их там, помогали выбраться. Ну, это что-то с чем-то. Это жилой дом, спальный район, ребят, если кто не в курсе. Салтовка, это спальный район. И вот так вот человек остался, да, на пенсии, без квартиры, без машины. Те выезжали с Покровска, спасали свои жизни. И здесь их настигло. И такие случаи не одиночные, ребят. Люди эвакуируются, уезжают. Сколько таких было случаев, что люди уезжали с Луганска, с Донецка, в город Харьков. Строили здесь новую жизнь, да. Покупали квартиры. И потом, 24 числа начались прилеты. Там им разбомбили квартиры, здесь им разбомбили квартиры. Люди поехали дальше. Кто выжил. Поехали в Киев, Львов. Поехали, ребятки, за границу. Многие люди. Среди наших подписчиков тоже такие есть. Есть подписчица, есть подписчик, которые... У них были квартиры на Алексеевке, на Салтовке. И от квартиры осталось одно название. И они вынуждены были уехать. Подписчик уехал в Киев. Подписчица уехала в Мельницкий. Вот такие, ребят, дела. Вот так вот и живем. Знаете, как люди уезжают, спасаются. А спастись не так-то легко. Помимо всего этого, ребят, закреплю вам здесь, если не забуду. Нас предупредили. Нас предупредили, ребят. Чтобы мы поменьше выходили на улицу. Чтобы мы, ребятки, закрывали плотно окна, двери. Это из той истории, что нас травят. Какие-то суперумы там придумывают. Что машина ездит и пшикает там чем-то. Это, представляете, уникумы какие. Сейчас, чтобы вы понимали, за окружной очень много пожаров. Очень много пожаров. Безлюдовка, Хорошева и другие пожары. Горят просто вообще. Вот эта безлюдовка, что мы с вами ездили отдыхать, там уже осталось одно название. Домики, говорят, горят. Лесок вот этот вот. Останется, наверное, один карьер. В следующем году, наверное, будет заезд туда стоить не 100 гривен, а уже 200. Потому что, представьте, люди повложились, сколько всего. Представьте, какой ветер сильнейший, да? То есть, какой ветрюганище. Конечно, это все раздувает, разгорается. Помимо того, что МЧСники тушат, люди своими силами выбегают с домов, тушат эти пожары. Ну, это что-то с чем-то, ребят. Конечно, смог стоит над городом сильнейший. И дышать действительно тяжело. Даже Зевс, он покажу вам. Он после этих прилетов надышался вот этой гарью. Он такой, знаете, как чумной такой. Не забывайте, ребятки, заходить на наши вечерние прямые трансляции. Всех буду ждать, где вы сможете со мной пообщаться вживую. Практически каждый день, кроме вторника и четверга, а бывает такое, что и вторник, и четверг, у нас, ребятки, прямые трансляции. Залетаем. Будем общаться с вами вживую. Надеюсь, что все с вами хорошо. Всем крепкого здоровья. Кто помогает, кто поддерживает, кто ставит лайки, пишет комментарии, смотрит мои другие видео. Мирного неба над головой. И пусть сбываются ваши мечты. Держимся, ребят. Вот такой вот денечек. Сегодня, слава богу, без прилетов. Ну, это, как говорится, еще не вечер. Держимся, ребят. Держимся. Опа. Проснулся. Только что скучив, вылез. Услышал, что Саша что-то рассказывает. И что-то не по его. Главный режиссер пришел, ребят. Главный режиссер прибежал. Без шарика ни одно видео не снимается. Что ты, шарик? А ну. Покеш. Морды свои. А что во рту у тебя? Шарик, что у тебя в роте? Что ты ел? Что ты ел, шарик? Рот заеденный. Кочмар. Зевы-зевы, да? Сейчас пойдем мазать будем опять. Когда уже будет осень, чтобы можно было хорточки позакрывать. У нас еще по-прежнему, ребят, плюс 28, плюс 30. Чтобы можно было закрыть, ребятки, форточки. Чтобы шарика можно было дома держать. Одеть на него вот эту вот лейку на шею. Чтобы оно все-таки заживало. Что там наш кабачочек? Зевсуня, ты надыхался и дыма, и всего этого. Ты из-под лавочки выходить не хочешь, да, зайчик? Тяжело, скажи. Позасыхали уже наши цветочки. Посмотрите ролики ранее, какие были тут красивые цветы. Да, Зевсу? Всему свое время. Цветочки уже свое отжили. Уже все, нету цветов. Такие петунии красивые у нас были здесь. Мы с Зевсом высаживали, да, Зевсуня мой хороший? Красота была. Ты шо, ты шо? Ну и ты, зайчик. Видите, расстроенный Зевс. После этих прилетов, после этих взрывов, вообще никакущий. Даже приветы не особо хочет передавать, да, Зевсунька? Там написала нам подписчица, чтобы я снял обзор. Отдельно на Шарика. Отдельно на Зевса. Представляешь, Зевсуня? На тебя будем обзор, распаковку снимать. Я действительно думаю, почему бы нет. Снимем на тебя обзорчик. Расскажем всю правду про тебя, да, Зевсуня? Твою биографию. Ух ты ж. Ухо мое, ухо. Видите, Зевсуня расстроенный. Нет настроения. После этих взрывов, прилетов, пожарищ. Чуть-чуть он лапку дает, он машет и все. Ну шо, мои хорошие, перекус таксиста чек. Таблетосики, погнали. За ваше здоровье с нашей фирменной кружечки, которую нам сделал подписчик с Луганска. Красавчик со своими детьми. За ваше здоровье, ребят. А вы уже таблетосики выпили? Напишите в комментариях. Че нечего. Чтоб я знал, ребят. Если вам нужно пить, обязательно пейте. Не балуйтесь. Жизнь одна, здоровье одно. От давления там, валерьяночку и так дальше и тому подобное. Держимся, ребят. На цветочек посадим его. Все. Это его естественная среда обитания. Я думаю, выживет. Вот, ребятки, смотрите, что у меня тут спряталось. Каунчик. Кстати, уже высохла бодылка. Можно срывать. Попробуем. Распаковку снимем. И вот, ребятки, еще прячется. Ну, вот тут есть маленький, тот, что я вам показывал. Видите? Такой каунчик. И вот, видите? Ну, он еще, наверное, растет. Еще зеленая бодылочка на нем. Такой хорошенький по размеру. А это мой самый гигантский каунчик. Еще тоже, видите? Зеленый. Красавчик такой. Здоровый. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21, вашу тачку. А САГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч.